Булгаков, да, ну известно, что Булгаков работал журналистом несколько лет до того, как вошел в литературу, уже так полноценно и профессионально. И известно, что, ну в общем, Булгаков начинал с фантастики. А вот в ушах. Точно. Ну про это я могу рассказать довольно много, но мы сейчас не будем нафликаться. И с фантастики, да, ну например, повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца», это своего рода «Москва 1928», при этом написанная в 1924 году, тоже такая вполне апокалиптическая и фантастическая вещь. Но я не буду подробно, конечно же, представлять Дмитрия, я надеюсь, что все знают и в первую очередь по книгам. Дмитрий написал несколько книг из серии «Москва 2033», «Метро 2033», прошу прощения, вот это из-за Булгакова тоже. «Метро 2033», и кроме этого книги «Сумерки», «Рассказы о родине» и, конечно же, недавно вышедший текст, о котором, я надеюсь, мы поговорим чуть подробнее позже. И я хотел, да, кстати, вот когда это все началось, когда, да, поскольку мы с Дмитрием знакомы, я прошу прощения, мы будем, наверное, на «ты», с вашего позволения, сегодня разговаривать. Так вот, когда ты начал работать над «Метро 2033»? Здравствуйте, спасибо за вопрос, Петр. Здравствуйте, дорогие друзья, сейчас я просто поздороваюсь, я опоздал опять, но я сейчас стараюсь вовремя, но вот как-то это сбился с курса немножко. Спасибо большое, что пришли, я понимаю, что вы пришли не на меня, а как бы, потому что Библия ночи, Некрасова, Некрасова, вы пришли. Но мне все равно приятно, я, с вашего позволения, несу это на свой счет, я люблю все хорошее относительно свой счет. Значит, что касается романа «Метро 2033», то работа началась, ну, как бы, в школе еще, это очень ранняя вещь, но я все еще сейчас, не очень старенький. А тогда я был вообще просто юн в классе, в девятом, мне кажется, мне пришлось сделать открытие, читая постперестроившую уже прессу, свободно рассекречившую бункеры всяческие, в частности, величайший из всех построенных бункеров, Московский метрополитен, объект двойного назначения. У нас в стране часто объекты бывают двойного назначения, знаете, что вот эти вот советские макароны, они калибра 7,47, потому что могут переводить, согласно городскому ВИФу, линию производства макаронов, могут переводить на линию производства патронов и обратно. А на улице Правды, на пересечении с улицы Ямского поля, где находится цитадель нашей, значит, честной журналистики, штаб-квартира канала ВГТРК, а там же, ну, улица Правды, вы знаете, как бы, ну, правда, смешное, какое абсурдное название для газет и журналов, и телеканалов, которые там находятся. Мне очень понравилось, у Куприна есть яма, знаете, яма, потому что, ну, мне кажется, что надо называть это все. Называется это, на самом деле, среди птичьей журналистики яма, вот, это сосредоточие от порога, разврата и борделей всяких. У Куприна, и, а, дисплец присутствует, извините. В общем, там находилось производство пылесосов ВИХРЬ, а в соседней цехе находились, ну, как бы, внутри завода по производству пылесосов ВИХРЬ, располагались системы, ну, разработки системы наведения для стратегических ракет. И так у нас в стране все двойного назначения было всегда, вот, ВИХРЬ, МАКАРОНЫ и МЕТРО. И я сделал для себя это открытие, будучи наивным советским мальчиком, я, конечно, не ждал ни такого сюрприза, ни от макарон, ни от пылесосов, ни, значит, от метрополитена. И когда ты однажды узнаешь, что это, оказывается, противоатомное бомбоубежище, и что метро, в котором ты, я, ездил ежедневно с молодых ногтей, в общем, лет с 10, не до 16, ежедневно, значит, час из дома в школу, из школы домой, и вдруг выясняется, что, там, совы, это вообще не то, что ничем не кажется, что это, на самом-то деле, не подземный трамвай, а это город настоящий, где за каждым поворотом скрывается что совершенно неизвестное, где от туннели отходят тайные ответвления ведущие, какие-то бункеры, гохрана там, или, я не знаю, чего, как называется, госрезервы, госрезервы, да, где хранятся и какие-то и консервы, и запасы, и, значит, продовольствия, медикаменты, боеприпасы, всяческие и так далее. Что под каждым правительственным зданием находится свой собственный бункер-станция метро, под Министерством обороны, конечно же, под КГБ, под Московским университетом и под всеми остальными министерскими правительственными структурами. Свои собственные станции метро, объединенные в тайны вот этого метро-2, полумифической, но не мифической, на самом деле. Тут, конечно, это совершенно завладевает твоим воображением, начинаешь думать, а что, если действительно вот эта ядерная война, которую мы ждем, и которой мы так, с таким энтузиазмом, столько лет уже готовимся, и ждем, когда же, наконец, нас накроет этот медный таз, который висит над горизонтом, так многообещающе. Ты начнешь представлять себе все это, в особенности, если ты мальчик, которому 14 лет. Помнишь, ты был мальчиком, тебе было 14 лет? Ты был не так уж давно в сущности. Ну, в общем, воображение у меня был живой, и я вот как-то там, слово за словом, начал писать. И где-то лет 17 я прямо уже сидел за компьютером с таким огромным кубической формой экраном и барабанил, значит, пальцами по клавиатуре. В 22 года была готова первая версия, я ее выложил в интернет, потому что никто не хотел мне печатать. Давай я просто продолжу эту историю, если ты позволишь, потому что потом был, на самом деле, неприятный успех, и была, в общем, удивительная история, потому что это неподготовленный успех, это фантастический голливудский сюжет о том, как действительно совсем молодой еще начинающий писатель выкладывает какую-то вещь в открытый доступ, и это еще было окружено... Мне очень приятно, что это выглядело так снаружи, но это было все не так. Да, ну, я поэтому и взял на себя... Это меня путаешь с Николаем Вороновым, понимаешь, который написал хит «Белый стрекоз о любви» и на следующий день проснулся знаменитым. Нет, понятно, что это было все может быть дольше, но при этом это все было связано с каким-то романтическим флером, который тогда окружал интернет, который еще был совсем свободным, и это распространялось, расходилось, и было видно, что это происходит естественно, было видно, что это тот текст, а книга, которая нравится людям, у которой есть свой читатель, своя аудитория, и... Да, можно и так сказать. И это было... так сложилось, что твое появление в литературе, твой вход в литературу, он был через жанровую литературу, через фантастику. И вот насколько это тебя упростило жизнь? Ну, это очень сложный вопрос, ты знаешь, это же... Мне кажется, это конечно тоже, раз уж мы сегодня как бы начали разговор с дьяволом и продолжили с дьяволом, как бы не будем эту тему отпускать. Это вопрос такой, очень похожий на продажу дьявола своей бессмертной души. Ну, просто Михаил Афанасьевич, как бы, его друзей там продолжают. Дело в том, что ты, входя через жанр, и тем более через популярную литературу, через массовую какую-то литературу, ты обеспечиваешь себе, может быть, мгновенный успех и узнаваемость, но тем самым ты, конечно, неизбежно настраиваешь против себя критику, творческую интеллектуальную элит, которые считают, даже не читая Пастернак, осуждают его, и не читая как бы метро, на всех случаях осуждают, я считаю, что если это увлекается этим мальчиком и подростком, значит, за этим не может стоять решительно ничего. Все, что нравится, как говорит Ксения Собчак, миллионы мух не могут ошибаться, садясь на массы каловые. Также считают часто и представители творческой элиты, и критика, и интеллигенции, интеллектуалы. И я, конечно, получил... Ты сейчас очень элегантно чертил границы творческой элиты. Ксения Тольевна, собственно, да, и все, что круто. Нет, ну, в общем, короче, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что ты получаешь как мгновенный успех, но теряешь возможность быть признан теми людьми, чего признать действительно важно. Ну, то есть, другие там писатели, например, или критики, в общем, интеллигенция, которую ты хотел бы, наверное, частью от которой ты хотел бы однажды стать, и которую ты хотел бы нравиться. Потому что, в принципе, я ощущаю, что принадлежность скорее к ней, чем там к ребятам, типа, какие-то детективщиц, не будем называть имен, чтобы в сует на этот момент они могут... Ну, я хотел как раз другое имя привести в пример, потому что такой же вход через билетристику в какой-то момент то ли делал, то ли изображал, что делает Борис Акунин. И вот эта поза, безусловно, писателя-интеллектуала и мыслителя-думающего человека, эта поза, которая была связана с тем, что вот все, что я сейчас пишу под этим другим именем, и это тоже важно, видимо, в этой истории, это билетристика. И я не знаю, тут совпадают наши впечатления от этой истории, но мне казалось, что в этом все-таки есть поза, и что в этом есть такая полуправда. Нет, именно у Бориса Акунина, у Григория Шалыча. У Григория Шалыча, мне кажется, это ситуация следующая, мы с ним немножко знакомы. Мне кажется, он, это тоже ровно такая же история. То есть человек, который, безусловно, является и тонко чувствующим, и умным, очень образованным человеком, безусловно, заботящимся. Знаешь, так скажу тебе, Акунин-то такой Уольбек-Алярюс, только Уольбек это провернул успешнее, чем Акунин. И Акунин очень переживает. То есть Акунин, он много лет проработал, переводчиком, он работал, правильно, с японского переводился, я понимаю. С него была такая тихая, спокойная жизнь московского интеллигента. Потом он захотел, конечно же, писательской славы и успеха, и он это получил. Это был, наверное, остается, любимый билетрист русской интеллигенции и среднего класса. То есть человек, которого, я думаю, что книжки все присутствующие здесь его читали. Но из-за того, что он целенаправленно развлекал людей, никто из интеллигенции его всерьез не воспринимал. Я думаю, что он очень, конечно, от этого, как через какое-то время, стал испытывать острое разочарование и горечь. Горечь, прям огорчила эта история. Он хотел, безусловно, изменить свой статус. Сначала он захотел признания немедленного и славы повсеместной, тотальной. Он ее получил, но главным русским писателем, которым он хотел стать, он так себя и не ощутил. Может быть, из-за этого он потом пошел в политический активизм какой-то. Мое предположение. Я вот про это хотел как раз спросить поподробнее. Насколько эта невозможность или неудобство существования в России в роли писателя, в роли просто писателя, не великого земли русской, не мыслителя, не спасителя отечества, не философа, не совести главной, а вот именно писателя. Вот насколько неудобство существования в роли просто писателя определяется, ну, какой-то вот нашим советским прошлым, какой-то там партийностью литературы исторически сложившейся? Или это просто какое-то, я не знаю, русское свойство? Ну, он, как и я, как и он, и он, как и я, мы, значит, оба-два попали в ловушку, расставленную для всех русских писателей, в капкан успеха. В тот момент, когда ты становишься успешным, ну, русскому писателю нельзя быть успешным. Ему очень противопоказано быть успешным. Дело в том, что настоящий русский писатель, которым я, безусловно, не являюсь, за Григория Шалча не скажу, вот, а я к такому себя не отношу. Но настоящий русский писатель должен страдать, понимаете? Он должен страдать как следует. Он должен, хорошо, если съездит на каторгу, вот, значит, нещета ему показана, мучения, значит, ему, конфликт с режимом очень идет на пользу русскому писателю. Но на крайняк эмиграция и страдания по березкам, как бы, из берегов французской ривьеры. Так, ну, если, ну, понимаешь, да, ну, Лев Толстойко хотя бы воевал на Кавказе. Потом и к старости лет ушел от жены и помер на железнодорожной станции, как бы, дно. Чем себя хоть как-то вообще реабилитировал? Выберите, вы все-таки в храме. Тургенева как минимум был рак мозга, то есть, ну, то есть, хоть что-то в конце, как-то он выправился. Набоков так и не стал русским писателем. Американский писатель Набоков. Проблема, то есть, ну, то ли делал Платонов, то ли делал Бабель, то ли делал вот Солженицын. Ну, это все вот сейчас чувствуешь, понимаешь, что, да, это вот, это вот, эти люди видали жизни. Почему так происходит? Да, с Богом тоже все. Есть объяснение. Дело в том, что, в отличие, ну, обратите внимание, американского писателя вовсе никто не запрещает быть успешным. Американский писатель может и быть и богатым, и знаменитым, и одновременно получить себе литературные премии у себя на родине, и быть признанным в мире, и еще жениться на кинозвезде. И никто ему не будет тыкать этим в носом и говорить, а, ты продался ты, Артур Миллер, за стиськи, Мерлин Монро. Как ты правду будешь говорить, то ли делал Максим Борький. И пьеса, опять же, нет, понимаешь, вот пока Максим Борький был пролетающим, все бы хорошо. Но как только он капает, что-то не то с ним началось. То есть, моя объяснение следующее. Значит, русский писатель действует в тех условиях, когда это единственный вообще оракул. Он оракул, он быть правду. Потому что, в отличие от Судина Штатов Америки или Европы, в России средства массовой информации во все времена были средством угнетения оболванивого населения. В царской России это было так, в коммунистические времена это было так, и опять это так. Газеты практически, журналы и телевидение, разумеется. И сейчас все больше и больше интернет, это просто инструмент оболванивания, угнетения и подавления, дезинформации. И любой человек, даже самый что-нибудь сокрыленный имперскими успехами Новой России, он в какой-то момент, может быть, момент пенсионной реформы, чувствует что-то не то. Чувствует, что мы опять стали врать. То есть, есть ложь приятная, как мы поднимаемся с колен. Пиндосы хотят нас уничтожить. Это какие-то сладкие слова, которые ложатся ему на душу. Он же рост, наверное, на этой всей шелухе с детских времен. И он такой, совбрежнецкое детство, что-то выхватывает знакомые, какие-то сочетания. Вот он, снова мы в детство вернулись. И верит в это. А потом, когда начинает шелуха расходиться в его жизненном опыте, ему говорят, например, у нас же активный возраст 80, а у него ни одного могильного камня, ну, камня, кусок цемента, это, а мне старше 60 лет, мужики нет, не лежат на кладбище. Все до 60 лет, и это противоречит его жизненным опытом, он говорит, я же тоже не доживу, наверное, он говорит, ты доживешь, ты еще поедешь на дамбай на лыжах кататься. Вот, и в этот момент он начать сомневаться в том, что средства с информацией говорит ему правду. А что тогда остается, куда ему бежать? К русскому писателю. Поэтому русский писатель, перефразирует Евгений Стушенко, больше писатель. Но, я могу сказать, что он совершенно нематериально русский писатель, как только он проявил, например, что в кучке кожи нехорошие, понимаешь, или просто хотя бы помылся с утра, или причесался, и не до бог у него есть личный автомобиль. Все, проблемка. Вон, и спросить. Откуда деньги? Спрашивают у него. Откуда деньги у тебя? Ты, может быть, про деньги думал, когда книжки писал? Они, может, продаются, ты можешь покупать, ну, кто-то покупает у тебя их. Беда. Значит, ты делаешь это не для того, чтобы, глаголом жесться людей, а для того, чтобы женщин попутно как бы зарабатывать себе на иномарку. Ну, погоди, есть еще Алексей Николаевич Толстой. Эти ряды могут быть разными. Есть еще писатели, которые, вроде бы, даже если у них были какие-то конфликты с властью, все равно как-то вполне всегда держали линию, были успешными, признанными. И это тоже не единственный такой пример. Они становились частью номенклатуры в этот момент. Хорошо, но мы сейчас... Я про ощущения. Я про ощущения. Власть, конечно же, всегда пытается наша завербовать писателя. Она понимает, что телевидение и так сидит как бы у ноги на строго мошеннике и пресса. А писателю надо его подманивать. Писатель к ноге. Будем подсыпать сухой корм, медальки на него навешивать, всякие жестяные. Вот, и тогда писатель, а писатель у него соблазн, знаешь, какой. Конечно, писатель хочет быть любой русский. Писатель, все уважающий, хочет быть властителем дум. Понятное дело. Но иногда путь к тому, чтобы властвовать над думами лежит через сердце императора, например. Или хотя бы секретарь парткома. То есть, если ты нашепчешь, что думаешь, что он стоит еще один дьявольский соблазн. Ты нашепчешь Сталину, Сталин сделает как надо. Ты напишешь Сталину письмо, ты ему понравишься, он прочитает твои вещи. Ты все про Булгакова. Я все про Булгакова, но не только про Булгакова. И это, ну, все появится влияние. Ты можешь использовать влияние на благо. Ты говоришь из Капри? Он тебе говорит, идите к нам. Делать союз культуры. Но вы будете настоящим министром настоящей культуры. И вы сможете ваших друзей вытаскивать из преисподней обратно. Может быть, мы решили уже кого-то под нож, а вы раз его так и спасете. У вас будет полезная функция. И люди думают, что они могут, то есть как бы власть она должна искусить и соблазнить. То есть власть для меня, в принципе, это и есть земное воплощение сатаны. Значит, власть она должна искусить и завербовать, и приобрести душу бессмертного писателя. Потому что, я понимаю, что именно у писателя, в стране тотальной лжи и информации, есть некий моральный авторитет. И мы это видим очень сегодня опять, когда люди, в принципе, добровольно приходят. И говорят, вот, душа, кстати, есть. Немножко завалялась, конечно, запылилась. Мы сейчас ототрём её. Не хотите, моя душа приобрести? Говорит, в Донбасс ездишь? Да, конечно, в Донбасс я всегда хотел. Я с тех моментов ещё как Чеченов гасил. Всегда хотел ещё как-то съесть и загасить. И ей человек вот. Так мы описали существующую картину. Вкратце, в процессе в России от царизма наших дней. Хорошо. Здорово. Спасибо большое. А я хотел бы задать такой, ну, если мы говорим о прагматическом подходе, и раз у нас такой получается разговор прямой, так сказать, да. Люблю прямой разговор. Кривые, да, любые? Любой писатель хочет быть властителем дум. Говоришь ты. Вот, значит, раз любой, значит, и ты тоже. Разумеется. Вот была проблема у тебя, так сказать, биографическая. Вот воспринимают тебя не так. Вот что ты с этим делал? Вот думал ты об этом как о проблеме? Как-то ты работал с этим? Или как шло? Ну, как сказать, значит, с одной стороны я вполне завладел себе умами подрастающего поколения. Вот представьте, сидит, я их, вот, кивает, все. Значит, я через фантастику зазомбировал молодежь. И поскольку я рано начал, то ко мне все чаще подходят лысые и седые люди, которые говорят, что выросли на моих книгах. Вы понимаете, что я как бы на счет 17, им, допустим, было в этом минуте 10, и получается, что они действительно выросли на моих книгах как не абсурдно. Ну, я сам сам вырос на своих книгах, по большому счету. Осталась проклятая интеллигенция. Что делать с ней, понимаешь? Как доказать, что я не жираф? Это не... Во-первых, ну, конечно, я их в Москву. Надо найти правильный канал и коммуникации, пойти на них и разговаривать там сложно подчиненными предложениями, которые могут у людей вызвать ощущение, что они тоже перед собой видят интеллигентного человека. Что, конечно, не так. Во-вторых, политическая сатира. Ну, скажем так, я... Значит, закончил отделение. Работал я на телеканале Евроньюз три года во Франции. Потом я работал три года наоборот на телеканале Russia Today. В России был членом Кремль-Мирску Пула. То есть, у меня была возможность взглянуть на ситуацию с разных сторон. Инсайт у меня был из европейских СМИ, из российских пропагандистских СМИ. И в какой-то степени разобравших о всем этом... Ну, то есть, начну издалека, когда я был три года. Папа у меня был журналистом, но занимался преимущественно переводом сербской поэзии. Ну, на моих глазах сербской поэзии на русский язык. У меня это, значит, те случаи, когда я увидел его дома, они ассоциировались с такой работой за пишущей машинкой. Вот как в мультфильме фильм-фильм-фильм, где он там курит и пишет что-то на пишущей машинке. Это папа, значит, из детства, из детства моим. А дедушка мой был главным художником журнала «Крокодил». И он, значит, будучи главным художником, поэтому беспортийным, потому что дедушка такой очень хитрый человек, он назначал себе любые командировки, которые хотел. Вот хочет он в Камчатку, ездит на Камчатку. Хочет, накурил, ездит на Курил, хочет он в Азербайджан, в Азербайджан. Ну, это уже был дедушка, он из детства, конечно, мог себе позволить. Но тем не менее, привозил отовсюду какие-то невероятные артефакты, этюды, потому что он художник. И вся их квартира, его и бабушка была заварена, какими-то трофеями привезенными из разных уголков Советского Союза и из соцлагеря. И для меня вот эти вот профессии, как бы журналисты-писатели, они оказались двумя ориентирами. В общем, я не знаю, кем я хотел больше, что журналисты, репортером, скажем так, а не просто журналистом, или писателем, властителем дум, и созидателем, как бы, и разрушителем миров. И меня эти два жизненных пути, они одновременно и в равной степени привлекали и манили. И так получается, что я, начав себя реализовывать как писатель, фантаст, у меня все равно оставался, сферма интереса оставалась в области политической журналистики, политической аналитики, и сатиры в определенной степени, и манипуляции, пиара. У меня был случай, когда я почти пошел заниматься пиаром в крупной американской компании, когда я жил в Германии. И только потому, что меня взяли на евронию с работы, я не пошел в... В общем, такое сфера пиар — это управление повесткой дня. То есть это, что может быть более дьявольское, чем управление тотальной повесткой дня. То есть задавать людям тему для размышлений, то, чем занимается администрация президента у нас. И вот как-то я, получается так, что я, заскучав или утомившись в роли фантаста, я, естественным образом, переключался не на какую-то воображаемую свою амплуа, или надевал какую-то маску. Я очень утомляюсь быстро от масок, не могу никакой роли даже 10 минут играть. То есть я могу кем-то притвориться, но потом вот эта самая сущность, она лезет наружу, и меня очень утомляют, натирают в маске. Но я вот нашел свое второе проявление, которое позволило мне балансировать. То есть мой опыт политической журналистики и определенные знакомства по все стороны баррикад позволили мне, например, писать статистические рассказы. У меня была книжка «Рассказ о родине», которая вышла 9 лет назад, уже в 2010 году, которая, естественным образом, просто стала часть мнения части читающей публики, в основном имеющих отношение к государству или к журналистике, менять. То есть я не понял, что я там не только автор книг про то, как люди живут в метро после ядерной войны. Потом, когда был период, вот этот наш здесь брожение с 2012 по 2014 год с захлёстом на Крым, я просто почувствовал, что приходит время, как бы немножко поговорить о более открытым текстом с населением и занимался политической журналистикой, колумнистикой. То есть я писал колонки для Саннаба, сейчас пишу для «Новой газеты», для «Немецкой прессы», пишу немножко для «Франкфурта», «Регимания» и так далее. То есть с тех пор все идет. Мне показалось, что пришло время делиться с людьми какими-то открытиями, которые я делал. Или просто банально называть черным-черным, а белым-белым – это уже лакшери, что называется в наши непростые времена. И в какой-то степени меня мотивировало желание того, что меня признала удумывающая публика. Но с другой стороны, я думал, что мне хотелось просто как-то набросить на вентилятор. Я понимал, что я подобрал какие-то коды к сердцам людей. И умея, не умея, научившись или пробуя, наработать на стыке литературы и политической колумнистики, можно двигать ситуацию в правильном направлении. То есть, по крайней мере, доносить до людей свое заключение, по крайней мере, пытаться говорить правду во времена, когда средства массовой информации делают все, кроме того, чтобы говорить правду. И получать какой-то живой энергообмен. И потом это все естественным образом пришло к реалистическому роману «Текст». Ну и сейчас, в принципе, мне, знаешь, как я тебе скажу? Я уже несколько лет назад просто перестал бороться или перестал переживать по поводу того, что люди там вообще обо мне думают. Ну там читательная фантаста. То есть, ну как бы в этом году вышла компьютерная игра по серии книг «Метро» очередная. Она вышла по всему миру, и у меня огромные какие-то там бюджеты на продвижение, которые мне никакого отношения. И мне, то есть, никогда не перестать быть человеком из «Метро». Все, пипец. То есть, ну как бы бессмысленно. Я просто решила, что я просто не буду больше думать на эту тему, и не буду пытаться у людей создать впечатление, что я кем-то являюсь или кем-то не являюсь, или не буду стараться казаться более серьезным автором, чем я есть. Просто буду… Вот мне хочется, например, сейчас реалистическое произведение написать. Я буду писать реалистическое произведение. Следующий, например, у меня идея книги, посвященная драматической ситуации в семье. Разлад, развод, вовлечение детей в конфликты, завязанные самооценки родителей и так далее. Потом я вот то, что закончил, например, театральную пьесу, посвященную жизни еврейского гета в Польше во время Холокоста. Ну, то есть, такие вещи. И следующие, может быть, будут вообще другими. Может быть, это будет фантастик, может быть, это будет метафорическая фантастика. Может быть, это будет сверхреалистичное произведение. Просто хочется перестать уже думать о чужих ожиданиях совершенно, на это раз, по-настоящему. Не то, что обманывать их, не то, что удивлять людей. Посмотрите, как бы я еще не жонглировать или еще что-то. Да, просто, ну, делать то, что хочешь. А 40 лет исполниться в этом году. С наступающим. Скажи, пожалуйста, это твоё нынешнее состояние, ощущение, что пора уже перестать что-то изображать или стремиться понравиться. Оно все-таки связано с тем, что текст, твой роман, он помог тебе добиться результата. То есть, ты вообще доволен тем, как его приняли? Я очень доволен тем, как его приняли. Для меня был большой сюрприз. С моей точки зрения, там книжка «Текст» единственное отличие, там книжка «Метро-2035» или там книги «Будущее». Просто то, что это реалистическая вещь. То есть, я выяснил, что есть огромный качественный вид, для которых фантастика просто засыпает, отключается. А вот реализм такие, о, посмотри, как он. Оказывается, он умеет, мы тут читали только 20 лет назад. Это метро, что он смотрит, как он там называется, маршрутка. Москва-2033. Оказывается, неплохой прозаик тут у нас вырос на этом мусоре. Значит, вот такое. Хотя, конечно же, неплохой прозаик он брал усердием, старанием, учебой, и от книжки-книжки прогрессировал потихонечку. Но это была фантастика, поэтому серьезно читающая публика она, вообще, даже не снисходила, это все ерунды. Но, поэтому, для меня, успех определенный текст, в особенности как раз в творческой среде, среди кинорежиссеров большое, значит, он резонанс получил актеров, ну и читающие публики, и критики тоже. А критик стал так снисходительными, так поглядывается, ну, уже треплет по холке. Раньше, я говорю, так, дайте, как бы я пытался обнять ножку, дышка, собачки делают, так. Критики. Но, нет, я так говорил. Ты продолжаешь ответ на вопрос, доволен ли ты этой акцией и считай, что ты доволен, все-таки? Я доволен этой реакцией. Отлично. А скажи мне, пожалуйста, вот про режиссеров и про... Ты упоминал о том, что ты закончил драматическое произведение, так что? А в театре, Емолу, театре Емолуи, режиссер Максим Диденко поставил текст, поставил спектакль по твоей книге. Насколько ты этой историей доволен? Вообще, это тебя подвинуло как-то к театру? Да. Я вообще диковатый человек. И хотя мама мне часто говорит, что я пора уже начать в театр, и все как-то плохо с этим у меня получается. То, что я буду с перспективной планированием, билеты на сегодняшний вечер никогда нет. А у меня горизонт планирует два дня. Зачем? Мы знаем, что человек предполагает, а Бог располагает, поэтому я обычно ничего далеко вперед не планирую. Два-три дня, а дальше пусть жизнь меня удивит. Поэтому с театром мне трудно очень. И в Москве так популярны театры, и никогда нет билетов в них. Но я познакомился с режиссером, который мне делает контрамарки на свои спектакли. Максим Диденко. И Максим заинтересовался, прочел книжку, текст, и заинтересовался произведением. Он хотел изначально экранизировать его, но в этот момент я ждал Андрея Звягинцева, которого его продюсер Александр Однянский пытался уговорить экранизировать книгу «Текст». Поэтому с Максимом у нас экранизация не получилась. Вместо этого он поставил спектакль. И причем попросил меня написать драматизацию. То есть я сам был вынужден написать какую-то театральную сценировку, театральную версию своего оригинального текста. И вот он с некоторым успехом идет уже довольно долго. Единственное, что я, конечно, драматург из меня никакой, но я немножко понимаю в том, как пишется киносценарий. Это я изучал, это достаточно специфический рябисло, и я написал ему киносценарий, который он и поставил, собственно, по законам киндерматургии. И потом у нас к ним сложилась какая-то личная дружба с Максимом. Я фанат просто его работ и стал, потому что до этого я не знал ничего о нём. То есть дикий. И мы прекрасно, в общем, с ним нашли общий язык и запустили коллаборацию по другим проектам тоже. В частности, вот эта пьеса, которая теперь уже гораздо больше степени похожа на настоящую пьесу, чем адаптация текста, тоже делается для него, для того, чтобы он там дальнейшем мог поставить. А спектакль тебе понравился? Ну, конечно. Слушай, ты ставит спектакль по твоей книге, потому что не понравится, в принципе. Ну, очень многим это не нравится. Многие ругаются, бьются. Нет. Угрожают режиссёром расправы. Ну, это неравновешенные люди. Я же не привык, почему неравновешенного человека, правильно? Я так скажу. Слушай, но что касается киноадаптации, что касается театральных адаптаций, ведь эти люди никоим образом не посягают на твои изначальные произведения. Ты создаёшь некоторый текст. Они берутся реинтерпретировать его для переноса в другие медиа. Это театр, или это кино, или телевидение, или компьютерные игры. И они должны менять это. Они должны привносить что-то своё. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы они были вынуждены буквально переносить это всё в свой медиум. Они должны это менять, они должны это проживать, и они должны добавлять что-то от себя. Если режиссёр не имеет возможности свои собственные ассоциации переложить, свою собственную душу вдохнуть в этот проект, то это будет бездушная, совершенно буквалистская, выхолощенная вещь. Поэтому я был готов к любым изменениям. Это та же самая история сейчас была, когда в итоге не Низвягинцев, а Клим Шипенко, режиссёр, автор фильма «Салют-7», закончил сейчас съёмки кинофильма «Текст по роману». И та же самая история, он ко мне первое время, очень с таким пиететом, не знаю, что я такой простой пацан, он ко мне обращался достаточно часто, говоря, что вот мы здесь строчечку поменяли, ты не против. Дело в том, что здесь на съемочной площадке Александра Петрова было неорганиченно это сказать. Я сказал, ну Клим, пожалуйста, меняй на здоровье, ты должен интерпретировать, я писал киносценарий, я говорю, ты не должен следовать букве сценария или книге, ты должен следовать духу произведения. То есть то, что ты снимаешь, должно быть твоим оригинальным произведением, на ту же тему, с, возможно, всеми же ощущениями, с какими-то смысловыми линиями, которые у меня были заложены. Но не надо воспроизводить всё слово в слово, конечно же, нет. Я понимаю, что актёры на съемочной площадке пытаются выговорить предложенные диалоги, для них это неорганично, тогда они начинают переговаривать, так как они бы сказали же. И прекрасно, я понимаю, что какие-то вещи, как я всех представлял, он начинает это снимать и понимает, что это слишком условно. Это, допустим, шаг в сторону комикса какого-то. А он хочет остаться в рамках реализма и ощущения того, что это всё действительно происходит. Меньше условности, больше точности какой-то реалистической. Ну, не серьёзные, скажем так, но интонационные изменения, в сравнении с тем сценарием, которые я писал. Но я ни одного места не нашёл, где-то было бы плохо. То есть он улучшил, на самом деле, сделал тоньше, чем это изначально предлагал я. Я ему вот так об этом сказал. Я вижу, что ты много поменял, но я не вижу ни одного места, где-то изменение было бы не в пользу. Опять же, никто же не приходит, не переписывает, не вымарывает фрагменты из моей книги. Люди, какие-то люди, посмотрев этот фильм, заинтересуются оригинальным произведением, прочтут книгу, и мне этого вполне достаточно. То есть я, наоборот, открыт к коллаборации с другими точечными людьми. Я больше того считаю, что они должны интерпретировать, они должны менять, они должны сами проживать, они должны частичку себя оставлять. А когда фильм выходит? Ну, в конце года где-то там. Отлично. Скажите, пожалуйста, дорогие гости, а кто уже читал книжку Дмитрия Глуховского «Текст»? Остальные подставные, да? Да, человек 20, наверное. Спасибо. А вы ждёте фильм, вот те, кто читал? Да? Хорошо. Мне ещё интересно, насколько совпадают эти аудитории, потому что ты говоришь об этом как о разных медиа, фактически, о разных каналах доставки истории для аудитории. Интересно, насколько эти аудитории разные, потому что в случае с компьютерными играми, наверное, всё-таки это какая-то новая, другая аудитория. Ну, я могу сказать, нет, вообще, в принципе, поскольку я, как я уже объяснил вначале, в моей исповеди сегодняшней, я находился под гнётом страха, а, самоповтора, и, б, превращение в амплуашного такого автора, который будет теперь всю жизнь вынужден, чтобы не расстроить мальчиков-подростков, писать про приключения людей в противогазах, я как раз старался, начиная со второй буквально книги, уже «Сумерек» варьировать и уходить от жанра изначально, уходить от темы и с языком каким-то образом экспериментировать. Я не знаю, сколько мне это удаётся, но, тем не менее, была такая задача. И результатом этого стало то, что все семь моих пока что существующих книг, они очень друг от друга отличаются, и публика, читающая их, тоже отличаются друг от друга. Ну, то есть вчера, допустим, у меня была встреча, посвящённая там выходу, ну, не выходу, там, переизданию книг по метро, и пришло некоторое количество людей, и это всё была такая прям, ну, молодёжь-молодёжь такая, допустим, лет от 13, и лет, допустим, до 25, главным образом мальчики, потому что вот это вот аудитория книг про метро. Но есть книга «Будущее», например, в которой, тоже антиутопия, в которой описывается мир перенаселённый, из-за генетической инженерии люди перестают стареть, остаются вечно молодыми, ну, и фактически не умирают. Только, ну, если вдруг несчастный случай или убийство, а так они не стареют, не умирают ни онкологии, нет ни сердечно-сосудистых заболеваний, вечно молодые и прекрасные. Но из-за этого планета оказывается перенаселена, потому что люди перестали исправно умирать, и вводится ограничение на рождаемость. Можно или жить вечно, оставаться вечно молодым, или ребенка завести. Если какая-то пара решает завести ребенка, то или отец или мать должны отказаться от своей вечной юности. И вот мы оказываемся перед ситуацией, где есть выбор между тем, что ты остаешься вечно молодым красивым и наслаждаешься жизнью, или ты передаешь фактически свою молодость и бессмертие своему ребенку. То есть между тем бессмертием в продолжении себя в дети, которые у нас есть сегодня, и тем бессмертием, которым мы на самом деле всегда мечтаем. Ну, то есть, может быть, не бесконечность какая-то, Но, по крайней мере, чтобы не стареть, страх старости. И так получилось, что эта книга, ну, легла очень на душу девушкам. Хотя это фантастика, это такая фантастика, даже не фантастика, это антиутопия практически Орловская, с антигероем в центре сюжета, который занимается поиском нарушителей, отнимает незаконно рожденных вот этих детей у семей, вкалывает людям принудительно вот этот агент, который, значит, ну, это средство, который их старит ускоренно в наказание за нарушение вот этого закона, значит, о выборе между бессмертием и детьми. И так получилось, что поскольку все равно история героя, это история любви, когда он, начиная, таким штурмовиком, борющимся с нарушениями, сам влюбляется и оказывается вдруг отцом ребенка и понимает весь ужас этого выбора, оказалось, что это вот, несмотря на то, что это антиутопия, это такая очень женская книга получилась. И есть девочки, читающие будущее, читавшие будущее. Вот, есть девочки. И она оказалась очень трогательной именно, ну, то есть мужчины в ней видят описание такого психопата, который как-то потихонечку успокаивается и приходит к идее продолжения рода в детях, а женщины видят вообще в ней просто история любви. И то и другое верно, несмотря на психопатизм весь главного героя, который такой перекрученный, очень нервный, безусловно, не является положительным героем, это только к концу начинает, более-менее как-то становится на пути, но и то не успевает. Тем не менее, это, оказывается, история любви. И вот такая аудитория. Рассказыв о родине, повторюсь, это аудитория более взрослая, ориентирующаясь в политической повестке, в журналистике, в политтехнологиях и так далее. Но и с текстом я не очень понимаю, что это вообще за читатели. Потому что текст на муховой степени это можно как в триллере писать, в какой-то степени, как, может быть, детектив даже, в какой-то степени, как роман о русской жизни. Если про «Метро-2033» или «35» не скажешь этого, это книга «О сегодняшний день». И на самом деле, мне кажется, она мне понравилась, потому что в ней очень много, в том числе поэтому, потому что в ней много сегодняшнего. Вот то, что ты смотрел в кино, это про сегодняшний день? Это сейчас по-прежнему звучит, выглядит и слышится, как сегодняшний день? В тексте, конечно, да? Безусловно, это ультра-современная вещь. Основные проблемы, которые в тексте описываются, ну, если не говорить о гаджетомании, я в двух словах позволю себе описать все эти тексты. Мальчик-студент празднует успешно сданные экзамены, мама-одиночка, живут в Лопне, идет в клуб, там рейт наркополиции. Пристают полицейские к его девушке, хотят ее обыскать, включая интимные какие-то части, он за нее вступается, ему за это подбрасывают пакетик наркотиками и сажают на 7 лет. Предлагает маме его выкупить, у мамы денег нет, мальчик отбывает 7 лет, выходит на свободу, мама его не дождалась. Друзья его теперь боятся, девушка вышла с другого. Он напивается в первый же вечер, берет мамин нож кухонный и убивает полицейского своего возраста человека, который его в свое время туда закатал в тюрьму, в состоянии алкогольного опьянения. Следующий приходит в себя, находит у себя его мобильный телефон полицейского, который пытался вызвать подмогу, и решает, что единственный способ уйти от наказания, это притворяться, что этот полицейский все еще жив, и начинает за него смсить, отправлять сообщения его друзьям, его девушке беременной, его родителям и так далее. И начинает вживаться в его роль и завершать его дела земные, немножко против своей воли, становясь из-за убийцы жертвы. И такая трансформация из человека, который хотел просто отомстить, который становится постепенно на позиции того человека, который он убил. И вынужден коммуницировать со всеми его родственниками, друзьями, коллегами и так далее. То есть это в истории какой-то степени, конечно, на гаджетах, но в гораздо большей степени, с моей точки зрения, ну и кроме того, что это ремейк наказания и преступления, это история о кастовости в современном российском обществе. Потому что есть касты людей, которым есть кому звонить, есть касты людей, которым звонить некому. И люди, составляющие большинство, которым звонить некому, в случае любого конфликта с системой или просто любой драматической ситуации, они всегда проиграют чиновникам, ментам, прокурорам, депутатам, Единой России. И все люди, которым есть кому звонить или которым сами кто-то звонит. И вот это бесправие полное абсолютную часть населения нашей, и права, которые гарантированы только тем, кто обслуживает систему, вот это две касты, мне кажется, это самый четкий признак и самая большая проблема нашего времени. Это не отсутствие свобод каких-то, не отсутствие даже демократии. То, что мы были страной всеобщего равенства, как бы, и мы стали страной тотального неравенства, беспомощных, бесправных людей, которые как бы обременением для этой системы здесь существуют, как паста, как скот или непонятно как что. И вот эта история мальчика, который совершил свое собственное правосудие или месть, И как он при помощи этой маски цифровой трансформируется в человека из системы? Как он становится на его позицию, пытается понять, кого же он убил? Последний мой вопрос. Я хотел вернуться к тому, с чем мы начинали. Вот этот текст сильная и серьезная вещь. Как тебе кажется, этот переход от фантастики к реалистическому роману, который очень про сегодня и который, конечно, очень мрачный, этот переход связан с изменением со сменой эпох, если хочешь, и уходом от вечной иронии и игры в постмодернизм к серьезным разговорам. Это возвращение, это новая серьезность. Как ты это ощущаешь? Знаешь, мне как-то больше как-то неинтересно. Меня несколько раз спрашивали, они хотели писать новые рассказы о Родине. Это было время ерничания, оно прошло, мне кажется, в 2014 году. То есть в 2012, 2010, 2011, 2012 годах было ощущение, что время рассказывать политические анекдоты. Но когда телевизор и общественные деятели, и писатели крупной современности начинают призывать к братоубийственным воинам, степень зверения такова, что шуточками ничего уже не разрешить и высмеивать тоже как бы, ну, я не знаю, я написал там этот цикл, мне 20 рассказов о Родине есть. Здесь книжка издана, есть еще немножко рассказов не вошедших в нее, которые находятся на сайте Родина.ну. Откуда их можно бесплатно читать? Вот сейчас как-то у меня нет желания, у меня пропало желание шутить над реальностью. То есть она остается абсурдно, она остается гротескно, она остается, конечно, достаточно мрачна, перспективы непонятные, но почему-то смеяться над ними, ну, может, вот я хожу иногда на то же самое «Эхо Москвы», там могу это все как-то пошутить на эту тему, но прям писать цитерическое произведение мне это не хочется. Наверное, действительно приходит время серьезного разговора. Наверное, эпоха такая, когда все-таки начинало застаиваться, покрываться тиной, может быть, было ощущение, что сейчас можно показать людям, что вектор не тот. Но когда этот застой, эта стагнация, это рожживение системы приводит к человеческим жертвам и к переломанным судьбам, наверное, время хихикать на этом уже постепенно проходит. Действительно, приходит время какого-то разговора без клонских носов, без всего. То есть пора, мне кажется, уже не метафорически над тем разговаривать, а просто называть вещи своими именами. Тем более, что не так много осталось мест, где все еще можно черным взять и белым-белым. Спасибо. Спасибо большое. Мы, в общем, прошли путь от шутливой исповеди до настало время для серьезного разговора. Я, пожалуй, что, если есть какое-то сильное желание задать вопрос, то, может быть, у нас есть прямо вот 2-3 минуты на это осталось. Так, и нет, вопрос только очень короткий. Пожалуйста. Дмитрий, добрый день. Вы читаете сейчас не время для шуток. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что завтра в Украине может стать президентом профессиональный комик? Спасибо. Это не первый профессиональный комик, который станет спасителем отечества. Знаете, честно говоря, ну, конечно, у профессионального комика есть некоторые профессиональные деформации. С другой стороны, с моей точки зрения, в любом случае, лучше профессиональный комик, чем профессиональный КГБшник. То есть люди, которые были выращены в среде органов госбезопасности, это люди, ищущие везде угрозу, не доверяющие никому, все время сидящие на паранойи. И, ну, вот в Римской империи были времена, когда командиры при Трианской гвардии убивали там императоров, остановились руководителями, провозглашали себя императорами. Но профессиональные охранники, Федеральная служба безопасности, КГБ, это все-таки служба охраны, охрана, политический сыск, это ликвидация, это стабилизация системы. Но когда ты слишком увлекаешься стабилизацией системы, и когда ты ищешь везде врагов, и ты не способен в людях видеть добрый начал, ты ищешь в них только злой начал, слабости, которые ты потом сможешь эксплуатировать через шантаж и так далее, это мешает тебе вести страну в будущее. Поэтому страна в будущее и не идет. Никто, ну, элиты укомплектованы на 70% выходцами из службы госбезопасности. Может быть, это прекрасные люди, которые по-своему заботятся о нашей стране, по-своему. Но, ну, как бы, в будущем мы с такими людьми не приедем. Пусть лучше тогда клоуны. Мне кажется, Вячеслав Полунин может у нас выдвигаться. Я хочу спросить, я боюсь, что вот один еще был вопрос от страны. Спасибо за встречу, быстро спрошу. Вы Набокова упомянули, он виртуозно дурачивает. Вы любите дурачить и считаете, что с этим хорошо справляетесь? Дурачить? В любом случае, мне нравится маскировать, как мне кажется, какие-то более неформатные вещи под жанровые вещи. Жанровые вещи более массовые. Я как раз не из тех людей, которые готовы писать в стол. Мне хотелось бы разговаривать с максимально широкой читательской аудиторией. Но читательская аудитория, она любит жанры. Она любит знать, что она берет с полки и думает, что она готова к каким-то определенным гарантированным ощущениям. Вот детектив – это вот это, фантастика – это вот это. А дальше уже, что под этой сахарной оболочкой, что там за лекарства человек принимает, вот это вопрос. Поэтому я, безусловно, люблю играть с читательскими ожиданиями и обманывать их.